Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня, 21 апреля, к нашим 23 больным добавились еще три человека из числа контактных с ними лиц, у кого в мазках из рота и носа глотки также выделен коронавирус. Поэтому можно уже на сегодняшний день говорить о 26 больных. При этом я хотела бы отметить, что у всех вот вновь выявляемых нами лица с подтвержденным лабораторно диагнозом коронавирусной инфекции нет на самом деле ярких симптомов, ярко выраженных симптомов заболеваний остро-респираторной вирусной инфекции. У некоторых это только насморк или першение в горле, или небольшой сухой кашель, осиплость голоса, небольшая головная боль, при этом без повышения температуры. И здесь основным критерием для нас является их контакт с больными. Там, где они могли пересечься, получить инфекцию, и за время инкубационного периода, который составляет, напоминаю, до двух недель, это заболевание могло появиться. Поэтому мы обращаем внимание и самих жителей, и работодателей, и всех практически наших горожан о том, чтобы они были внимательны к своему здоровью. И сегодня на первое место выходят, ну, после, естественно, контакта непосредственно с больным человеком, выходят возможные контакты в местах наших посещений массовых, которые мы прекратить никак не можем, потому что это наша жизнь. Это магазины, это аптеки. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны к этим вопросам. Если у вас возникает заболевание, все-таки вызывайте врача на дом, не ходите сами в лечебное учреждение. Ну, а теперь вернемся к нашим 26 больным людям. Каким образом их заболевание протекает? Кто входит в эту группу? На сегодняшний день из 26 человек двое – это дети, которые заразились от своих родителей в семейном очагу. Остальные 24 человека – это лица взрослые, самого разного возраста, от молодых до совсем престарелых. По степени тяжести возникают вопросы, и я вижу, что некоторые средства массовой информации неправильно интерпретируют тяжесть заболевания. Тяжесть заболевания принята в медицине делить на три категории – легкая форма, средней тяжести и тяжелой. Я по-прежнему каждый день говорю об этом и с радостью и сегодня скажу, что на сегодняшний день тяжелых форм у нас нет. У нас есть легкая форма и средней тяжести. Средняя тяжесть на сегодняшний день, к средней тяжести у нас отнесены те лица, у кого либо уже развелась, либо начинает развиваться и появляются признаки пневмонии, то есть воспаления легких. Вот из 26 человек больных шестеро у нас средней тяжести. Остальные 20, у остальных 20 заболеваний проходят в легкой форме. Адреса, по которым продолжают жить наши больные, у нас госпитализировано по-прежнему 9 человек. Значит, остальные все лечатся на дому. Эти адреса у нас находятся под контролем. Там проходит дезинфекция. Мы принимаем много звонков о том, что она не проведена или проведена некачественно. Мониторинг по-прежнему осуществляет департамент городского хозяйства администрации. То есть этот вопрос на контроле. Но меня больше заботит отношение людей к лицам, кто помогает, так называемых волонтеров. Хотя это не всегда волонтеры, это иногда родственники людей. Кто помогает лицам, находящимся на амбулаторном лечении на дому, лицам, находящимся еще на карантине, на изоляции, помогают приносить продукты. Вчера я столкнулась с тем, что многие, принося продукты, аптечные товары, медикаменты, предметы первой необходимости, делают это с использованием всех мер профилактики. Делают правильно, я хочу их похвалить, молодцы. Но при этом почему-то очень боятся забирать у больных мусор. Я не вижу здесь никакой проблемы. Я считаю, что мусор, ровно так же, как они передали, не заходя в квартиру, все предметы, купленные для человека, и забрав у них деньги в перчатках, ровно так же они в этих же перчатках забирают мусор, выкидывают его здесь же, либо в мусоропровод, либо, если это контейнер на улице, эти перчатки выкидывают. Никаких проблем здесь нет. Мусор у нас, слава тебе, Господи, не является фактором передачи заболевания. На сегодняшний день все наши последние больные – это лица с достаточно близким, либо внутрисемейным, либо производственным контактом с больными лицами. Вот хочу на это обратить внимание. То есть, когда приглашаете к себе волонтеров или родственников, еще раз, значит, домой они заходить не должны, но при этом вы обмениваетесь на пороге продуктами, вещами, деньгами, мусором в том числе, и средства индивидуальной защиты при этом, конечно, должны использоваться маски и перчатки. Итак, мы поговорили про больных. На сегодняшний день, кроме 26 больных, есть еще 111 человек, которые продолжают на сегодняшний день находиться под медицинским наблюдением, и это как раз та на сегодняшний день группа риска, из которых со временем тоже могут появляться больные. Или наоборот, эти лица заканчивать будут свой карантин на этой неделе и выходить. Будем наблюдать за ситуацией. У нас появляются лица заболевшие, которые, может быть, и не имели контакта прямого, но, тем не менее, мы понимаем, что такое возможно. Горожане наши и, повторюсь, в магазины везде ходят, и за зону выезжали, и кто-то в Нижний Новгород ездил, в Мордовию. Сейчас все наши сопредельные территории, все уже практически районы неблагополучны в той или иной мере. Поэтому сама возможность заразиться коронавирусной инфекцией сохраняется. Поэтому в случае заболеваний есть четкое показание у медиков, кто именно идет под лабораторный контроль. И на сегодняшний день в законодательном порядке круг этих лиц расширяется. Всего вам доброго, будьте здоровы. По-прежнему обращайтесь по телефону горячей линии 97777 и к нам по телефону 79328. Всего доброго.